Приветствую вас. Ключевой момент вашего вопроса в том, что мужчина, который вас любит, и который к вам неравнодушен, считает, что вы на него давите. То есть он вас любит, но ему с вами тяжело. И вот много здесь, если вы хотите вернуть человека, многое здесь зависит от того, почему вы на него давите, и с чем это вообще связано, то, что вы на него давите. Вот. Зачем? Зачем вы это делаете? Что вас заставляет давить на него? Может быть, вы чего-то опасаетесь? Может быть, чего-то вы боитесь? И так далее. Может быть, вы просто по какой-то причине не можете быть слабой с ним. Вот. Но так или иначе, мужчину это очень сильно напрягает. И объективно, чтобы вам вернуть человека, чтобы вам именно расположить его вновь к себе. Нужно, чтобы вы исключили из своего поведения вот эти вот негативные, негативные, да, не устраивающие его элементы поведения. И тогда он, если действительно вас любит, тогда он к вам, скорее всего, вернется. Но вопрос довольно такой, знаете, вопрос довольно серьезный заключается в том, как раз вот сможете ли вы измениться для него, и сможете ли вы как-то поменять свою линию поведения, но при этом не нанося вред себе и, значит, не теряя себя. Потому что, если вы, например, не сможете это сделать, если вы будете стараться меняться, но при этом будете себе вредить, то никому лучше от этого не станет. Ни вам, ни вашему мужчине. Поэтому здесь, я думаю, исходить нужно в первую очередь именно из того, что заставляет вас действовать вот подобным образом, что заставляет вас так себя вести и почему вы давите на мужчину. Как правило, происходит это потому, что человек либо чего-то боится, либо немножко неправильно понимает модель своего поведения гендерного, то в данном случае вы не очень, не очень хорошо понимаете свою модель именно женского поведения, и из-за этого происходят проблемы. То есть мужчина, он хочет, возможно, чтобы вы больше ему доверяли, чтобы вы больше оставляли на его инициативу. Да, что-то. А если вы этого не делаете, ничего, если вы постоянно как бы забираете у мужчины его женскую, женскую, вот так его мужскую роль, вот, то, конечно, ему будет тяжело с вами быть в отношениях, потому что по сути дела произойдет такая ситуация, что он будет видеть вас, видеть вас, мужчину, и это не будет чем-то для него приятно. Поэтому, как я вижу вашу проблему, как я вижу вашу ситуацию, исходить вам нужно в первую очередь именно вот из этого, и из того, что вы можете сделать именно в данной для себя ситуации. Вот. Значит, то есть если вы хотите вернуть мужчину, то вам необходимо понять, понять причину своего поведения, такого вот поведения, да, и если вы поймете для себя причину такого поведения, то, соответственно, вам будет уже проще, вам будет легче подстраиваться под некие такие изменяющиеся условия, изменяющиеся ситуации, и, собственно, вы уже не будете мужчину давить. Но для этого необходимо в обязательном порядке, вот, совершенно вам для этого необходимо понять, зачем вы это делаете, для чего вы давите на мужчину, чего хотите добиться этим от него, то есть с какой целью вы все это делаете. Потому что, вот, единственным выходом для того, чтобы вернуть вашего мужчину является именно, именно прекращение давления, снижение давления на него. И, соответственно, следование другой, более, может быть, мягкой позиции по отношению именно к мужчине. И весь вопрос заключается в том, насколько естественно вы сможете осуществить этот переход. Переход от одного поведения к другому, что вам мешает, во-первых, вести себя так, как нравится мужчине, да, и, собственно, в каком поведении вы хотите сами для себя. Это тоже, ну, довольно важный момент. И я не рекомендую вам долго затягивать вот эту ситуацию, не рекомендую вам тянуть с принятием решения, потому что, по сути дела, мужчина может просто начать жить другой жизнью, начать жить другой женщиной, если вы не поспешите. Вот. И тогда вы можете вообще его потерять. Если вы этого не боитесь, то тогда можете оставить все, как есть. Но чтобы его вернуть, вам нужно уже сейчас начинать работу по выявлению мотивов своего поведения, почему вы, например, на него давите и что вы хотите этим для себя получить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!